Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Ser. В одном из предыдущих видео мы поделились своими способами очистки раздела «Другое» на смартфонах Xiaomi, который, на наше удивление, оказался популярным. Да, вопрос нехватки памяти и по сей день является одним из самых распространенных проблем для многих пользователей Android. Поэтому сегодня мы продолжим тему очистки памяти на примере популярных приложений, которые есть у многих и которые постоянно забивают память вашего смартфона, в том числе и злополучный раздел «Другое». Ну а самое главное, поделимся двумя удобными и универсальными способами очистки всего мусора от этих приложений буквально в пару кликов, о которых вы наверняка не знали. А перед началом подпишитесь на канал, чтобы не пропустить полезные видео и подробные обзоры новинок Xiaomi. И мы начинаем! И для начала давайте оценим, сколько памяти вашего смартфона занимают раздел «Приложения» и «Данные». Для этого заходим в «Настройки» и переходим в пункт «Память». Как видим, львиную долю хранилища занимают именно приложения с данными и раздел «Другое». Запоминаем эти числа, чтобы по завершении понять, сколько же нам удалось очистить. Все действия я буду проводить на «Идеальном» с точки зрения засорения памяти смартфоне Xiaomi Mi 9, которым достаточно активно пользуются. Сегодня мы особое внимание обратим именно на мусор, генерируемый приложениями, которые в том числе беспощадно забивают и раздел «Другое». И вы удивитесь, насколько много они могут создавать ненужных файлов. Так что давайте приступать. В первую очередь выявим, какие из приложений занимают особенно много места. Переходим в «Настройки» и открываем список всех приложений. Для удобства отсортируем их по занимаемому месту. Таким образом, в начале списка мы видим наиболее тяжелые приложения. В нашем случае это ожидаемо популярные мессенджеры, соцсети, а также браузер и ютуб. И первое решение, которое могло многим прийти на ум, это, конечно же, стандартная очистка MIUI. И тут сразу отметим, что особого толку от нее не будет. Но для чистоты эксперимента, все же давайте оценим ее результат. Запускаем, очищаем и возвращаемся к списку приложений. Как видим, справилась стандартная очистка лишь с ютубом и инстаграмом, успешно очистив их кэш. Остальной же список приложений остается без изменений и продолжает занимать значительную часть памяти смартфона. Конечно, можно попробовать чистить кэш для каждого отдельного приложения вручную, однако это, как минимум, очень долго и нудно, да и очистится далеко не все. Поэтому предлагаю перейти к более удобным и результативным действиям. Начнем с простого. Во всех прошивках MIUI существует скрытое меню хранилища, которое разработчики зачем-то спрятали, начиная с MIUI 12. Чтобы туда попасть, качаем приложение Activity Launcher с маркета. Весит он меньше мегабайта, так что можно не переживать о памяти. Установив его, открываем поиск и пишем название Activity. Storage Dashboard. Открываем найденный пункт и попадаем в то самое скрытое меню хранилища. Здесь нас интересует ничем не примечательный пункт данные кэша. Он отображает реальный размер всего кэша у приложений, установленных на смартфоне. Именно при нажатии на него можно очистить весь кэш абсолютно от всех приложений, в том числе от YouTube и Instagram, с которыми удалось справиться и бесполезной стоковой очистки MIUI. Так что через это меню можно смело очищать весь кэш, никакая важная информация в данном случае затронута не будет. Кстати, для удобства можно добавить ярлык на рабочий стол и периодически заглядывать в это скрытое меню, чтобы зачистить несколько гигов мусора в пару нажатий. В нашем случае мы еще избавились примерно от 6 гигабайт ненужного мусора с помощью этого скрытого инструмента. Но это далеко не предел. Давайте смотреть, от чего еще мы можем избавиться, не удаляя ничего нужного. Возвращаемся в наш любимый список приложений и проверяем, какие из них до сих пор продолжают занимать неоправданно много места. Как видите, самыми устойчивыми оказались популярные мессенджеры – Telegram, Viber и WhatsApp. И это неудивительно, подобные приложения постоянно сохраняют в памяти вашего смартфона различные фотографии, видео и прочие файлы, которые мы просто скролим в чатах и каналах, и порой даже не замечаем. И если в случае с Telegram все более-менее удобно и можно включить автоочистку раз в 3 дня в настройках самого приложения, то Viber и WhatsApp, да и множество других аналогов в этом смысле не настолько продуманны и удобны. Поэтому мы нашли свой способ, который позволит бороться с остатками этого мусора не просто в один клик, но даже автоматически. Для этого нам потребуется многофункциональный файловый менеджер Mixplorer. Скачать бесплатно его можно по ссылке в описании. И да, если кого-то смущает, что нужно ставить еще одно приложение, то сразу отметим, что суммарно они весят всего каких-то 5 мегабайт и при этом позволяют сэкономить кучу времени и сносить гигабайт ненужного мусора. Но почему же именно этот файловый менеджер, а не какой-нибудь стоковый проводник? Именно Mixplorer без проблем способен получить доступ к нужной нам папке с этими данными, причем на любой версии андроида. А также имеет очень важный для нас функционал. После установки Mixplorer для удобства можно выбрать русский язык, а также отрегулировать размер папок и иконок свайпом. Первым шагом переходим в папку андроид и выдаем все необходимые разрешения. Именно здесь и прячутся те лишние данные приложений, которые не поддаются простой очистке. Здесь нас интересуют только две папки – дата и медиа. По очереди в них заглядываем и вспоминаем, какие приложения из списка нам оставалось очистить, и ориентируемся на их иконки в этих папках. В нашем случае это Viber, WhatsApp, да и Telegram до кучи. Эти папки уже можно смело удалять, однако не будем спешить. Наша цель – сделать все автоматически, чтобы в дальнейшем не тратить на это время. А пока запоминаем названия нужных нам папок, они понадобятся нам для настройки автоматической зачистки. Теперь переходим в настройки Миксплорера и видим заветный инструмент автозадачи. Создаем новую, присваиваем ей любое название и выбираем действие «Удалить». Далее нажимаем на маленькую стрелочку рядом со строкой «Файлы». Тем самым открываем список всех папок на смартфоне. Переходим к папкам мессенджеров, которые запомнили ранее. И, друзья, вот здесь будьте внимательны при выборе папок, чтобы не удалить ничего важного. Все действия вы выполняете на свой страх и риск, как говорится. Перейдя к этим папкам, выделяем их длительным нажатием и нажимаем кнопку «Выбрать». Следующим шагом выставляем любое удобное время для запуска очистки и задаем интервал, ну, например, еженедельно. Также, по желанию, можно создать ярлык на рабочем столе для запуска очистки этих папок в один клик в любое время. Готово? Теперь можно забыть о постоянно переполненной памяти. После всех наших трудов давайте оценим, сколько нам в итоге удалось очистить. Но прежнее не забудьте перезагрузить смартфон для полного обновления информации о памяти. Что ж, в нашем случае получилось удалить по-настоящему много ненужного мусора из раздела приложений, а вместе с ним и из раздела «Другое», с которым, кстати, можно еще немного поработать и получить более впечатляющий результат. Как именно чистить этот раздел мы рассказывали в одном из предыдущих видео. Если вы еще не смотрели, прямо сейчас нажимайте на него и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить другие полезные видео. А на этом все, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok